Городской троллейбус уже не первый год балансирует между жизнью и смертью. Новый глава администрации Владимир Шарыпов поставил задачу – электрический транспорт сохранить. И в без того скудном бюджете постоянно приходится искать лазейки, чем бы помочь убыточному МУПу и ПТ. О мерах, принятых в этом году, мэр доложил губернатору Павлу Конькову. В этом году из бюджета города предприятию предусмотрена поддержка в размере 165 миллионов рублей. К сожалению, для стабилизации ситуации этого недостаточно. Поэтому было принято решение направить всю экономию от проведения муниципальных закупок за текущее полгодие на поддержку предприятия. Это еще 30 миллионов рублей. Кроме того, ведутся переговоры о передаче правительством Москвы городу Иваново 20 троллейбусов. Они в хорошем состоянии и полностью подходят под ремонтно-техническую базу ИПТ. А между тем, 6 лет назад руководство МУПа добровольно отказалось от одного из источников доходов. Возможность размещать рекламу на опорах контактной сети передали предприятию ООО «Вернисаж». В 2011 году Ивановское предприятие, муниципальное «Ивановский пассажирский транспорт» внесло в качестве вклада в уставный капитал ООО «Вернисаж» право использования опор контактной сети для размещения рекламных конструкций. Таким образом, МУП ПТ стала участником ООО «Вернисаж». Поясним, что опоры контактной сети в собственности города. У электротранспорта они на праве хозяйственного ведения. У «Вернисажа» и у ИПТ лишь право пользования. Сейчас руководящий состав троллейбусного предприятия полностью поменялся. Но и нынешнее начальство уверено, заниматься рекламой не их компетенция. Задача МУПа – организовать перевозку пассажиров. Общество с ограничительной ответственностью «Вернисаж» уплачивает по итогам своей финансово-хозяйственной деятельности дивиденды своим участникам, в том числе и нам. За шесть лет на расчетный счет предприятия поступили денежные средства в размере 3 миллиона 96 тысяч рублей. Передача прав использования опор контактной сети в качестве вклада в уставный капитал «Вернисаж» никак не ограничила право использования этих опор ивановским пассажирским транспортом. 3 миллиона за 6 лет с рекламой – это, конечно, мало. Такие деньги за использование этих же опор операторы связи платят за месяц. Вот, видимо, и УФАС посчитал так же. В ноябре прошлого года антимонопольная служба потребовала от мэрии предпринять действия по возврату права пользования муниципальным имуществом. Однако в июне арбитражный суд в иске администрации города отказал в связи со стечением срока давности. Как прокомментировали юристы, попытка оспорить сделку шестилетней давности изначально была бесперспективной. Предмет иска должен быть совершенно другим. Но, тем не менее, судебные разбирательства продолжаются. И неспешность происходящего, похоже, говорит лишь об одном – что это кому-то нужно. Сейчас в связи с уходом из области Виталия Илюшкина начался передел рекламного рынка. Не в самые лучшие времена, как это было 5-6 лет назад, когда даже из систем оповещения МЧС звучала реклама. Но экономика циклична, и рекламодатели могут вернуться. Вот только куда пойдут рекламные деньги – в муниципальную казну или на расчетный счет очередного ООО. По нашей информации, срок пользования опорами для вернисажа истекает в 2019 году. Елена Белова, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ Иваново.